Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ» Александра Хайрулина. Я вас искренне приветствую. Программа «Лучшее в стране». И, конечно, у нас сегодня в гостях человек, который, ну, даже никто не будет спорить. Да, один из самых лучших и достойных представителей своей профессии. И не в одной. Гоша Куценко, друзья, пока вы аплодируете, я перечисляю. Актер, театр и кинорежиссер, продюсер, сценарист, музыкант. Гоша, добрый день. Привет. Спасибо тебе огромное. Мы рады очень тебя видеть. И, безусловно, мы, конечно, будем сегодня немножечко говорить о твоей актерской стороне. Но главная твоя причина визита — это, конечно, музыка. Твой самый крайний последний клип — «Ленинский проспект». Премьера у нас уже в эфире состоялась, но нам хочется очень еще и с тобой его посмотреть. Этот клип, конечно, послушать, как проходили съемки. Я хочу сначала, может быть, есть такие единицы вообще наших зрителей и слушателей, которые не знали, что Гоша Куценко поет. На самом деле поет очень давно, тысячу лет уже в обед. Правда, Гоша? Сколько примерно? Ну, чуть ли не со студенческой скамьи точно писать все уже приходилось. Ну, да я попиваю, как я сказал бы. Это такое... Если это не сторона моей медали, стороны все занятые, то это вот как раз окантовочка. Как называется это место? Вот затруднюсь уже ответить. Ну, в общем, да, ну понятно. А, я помню, музыка. Вот это, да, это... Здесь Аверс, Реверс и... Я забыл. Может, туда и слушателей... И зрителей, да, наших нам написано. Да, и зрителей, и слушателей, да. Подскажите. Ну, правильно ли я понимаю в том, что ты любишь музыку и хочешь ею заниматься, петь? В общем, ты здесь никогда не сомневался. Ты как-то профессию выбирал, да? То в одно место поступал, то в другое вуз. Ну, в актерской профессии, когда учатся, то у нас там есть вокал, нас там учат петь. Конечно, конечно. Я работаю, в том числе, по профессии, работаю в мюзикле Пола Негри. Вот мы сейчас играем «Зимний блок», и я там пою, поют две арии, дуэты, пою. Ну, в мюзикл же ты попал уже человеком поющим давно. Ну, такой, играющим. И скорее меня взяли, как... Это был небольшой эксперимент, все-таки я не вокалист. Я, наверное, относительно своего музыкального творчества, у меня авторская песня. Ты всегда об этом говоришь, осторожненько. Нет, так и есть, я автор песни, потому что я не вокалист. Когда поют вокалисты, я могу у меня парные дуэтные песни какие-то. Их достаточно, кстати, много. У меня был день рождения недавно, в мае. И недавно. Недавно, да. Ну да, в прошлом, в этом мае, еще в этом мае. И я пел дуэты с девчонками. Но у тебя есть точно дуэт с Ириной Забиякой группы «Челли». У тебя есть уже с Катей Иванчиковой, Айова группа. Да, с Катей дуэт, с Катей Тапури, с Ёлкой, с Полиной Гагариной, с Самойловой Юлей, с Юлей Пак, моя любимая, с Тоной Дульниковой. Да, 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 и продолжаю это делать. И сейчас еще запишу три дуэта и выпускаю. К 8 марта хочу сделать шикарную пластинку с Анжеликой Варум. Бум, она взяла песню. С Кристины Арбакка это, это то, что это мой золотой фон, который я копил долго, годами. И я выложил все эти карты 20 мая. Ты сейчас просто многих артистов, я думаю, вызвал зависть, потому что им еще, ух, мечтать только о таком количестве артистов. И это песня, которая писал с особой любовью, и они, в общем-то, авторские мои, там и слова, и музыка мои. И слова, и музыка в этом случае все абсолютно. Да, это мои, и дуэты практически все. Вот кроме сейчас последних двух, Руслан Лукьян. Скажи, пожалуйста, ну вот эти артистки, известные, имениты, любимые многими, а что они тебе говорят? Они никогда не просят что-то изменить под себя, там какую-то строчку, слово? Тонкий момент, тонкий момент. Ну, относительно текста, там, когда запись идет в студии, там, ну, естественно, мы что-то меняем. Ну, вообще, я тебе скажу, это эксперимент, потому что опытные, известные певицы, вообще все с характером, как ты понимаешь, все посматривают на часы, и здесь нужен момент абсолютного доверия. Доверие возникает только когда через материал. То есть ты, вот я по себе знаю, если меня когда-то зовут сниматься, если ты не веришь, тебе не нравится материал, или песня, или тем более пьеса, а пьеса всегда это заход на долгие годы. В кино ты отснялся день, неделю, месяц, и все, ты свободен. Если у тебя нет любви к материалу, то ты не сойдешься с автором, это известная тема. Поэтому девчонки соглашались с Петей, для меня был знак того, что им понравился материал. И это самое главное. Ну, им ты тоже нравишься. Ну, может, я не вызываю у них отвращения. Нет, это не правда. Этого достаточно для дуэта. Стоит зайти только в интернет и вот просто там забить данный, нужный вопрос правильный, и ты будешь читать только исключительно положительные отзывы о Кошко Ценкове. Какой человек, какому актере, какому музыканте, с полу же рядом. Вот песня «Оленинский проспект» и чудесно, там куча хороших комментариев, но всегда есть, знаешь же, как в Ютьюбе, есть такой лайк, а рядышком еще одна позиция. Вот когда ты заходишь туда, особенно когда видео поднимается в топе, вот когда пойдем в топе, то тогда и возникают вот эти боты безумные, которые и начинают свою операцию по уничтожению. Вот главное их не читать. Я думаю, это какие-то специально наемные люди. А специально обученные, надрессированные, конечно. Ну, это и есть просто люди, которым нужно именно негатив выплескивать свой. Разные есть варианты. Но неужели тебя это задевает как-то? Нет, не задевает. Это уже, кажется, не должно совершенно. Я и так уже задет, я все знаю про себя. Про себя знаю больше, чем кто-либо, конечно. Благодаря этим людям. Гош, скажи мне, пожалуйста, «Баранина-97» можно ли это считать началом твоей? По сути, это получается 20-летие в этом году. Кстати. Да, это мой первый эксперимент. Было чудесные годы безработицы. И мы с пацанами, я взял гитару в руки, ребята взяли контрабас, скрипку и аккордеон. И мы сделали квартет. Мы играли в стиле ноля. Вот такую музыку. Абсолютно белый туман разгоняет тоску. Но это уже было твое авторство. Да, и пели мои песни. А название, скажи, тоже? «Баранина-97». Да. Ну, мы друг друга называли «Бараниной» тогда, потому что мы были безработные, молодые, глупые. Вот в каком смысле, понятно. Мы называли «Бараниной». «Баранина-97». Ну и что дальше, что случилось с «Бараниной»? Расскажи. Потом у меня был выбор. Или потом возникло кино. Появилась «Мама не горю». И я работал на телеке. Уже такая настоящая слава, да. Прямо в эфире. У нас была партийная зона, такая передача. Первый прямой эфир в стране. Канал ТВ6. И я работал там. Потом сделал группу. Мы начали играть. И тут возникли съемки. И они меня отвлекли. Я ушел в работу. Театр возникал. «Баранину» пришлось распустить. «Баранина» подраспустилась. Абсолютно. Мы созванились, встречались. Ну и как-то мы остыли. Я, кстати, очень жалею. Потому что если бы мы тогда остались существовать, и коллектив бы трансформировался, так или иначе, мы бы жили как-то музыкальным проектом. Может, сейчас бы мне было полегче продвигать свою музыку. Ну, а сейчас у тебя команда другая. Кстати, есть ли у него какое-то название? Мы называемся «Гэкап». Грушка Уценка. Мы не можем придумать название. Но они сразу, люди с чувством юмора, коллективчики, они издеваются сразу, начинают издеваться. И у нас, как мы только не назывались, и в русских, и в английских версиях сотнями раз. И всегда это заканчивалось. Один подхватывал слово, а второй мы развивали. В итоге мы приходили к одному знакомому слову. Что-то вроде баранины. Все равно вокруг рутились около баранины. Гош, ну сегодняшний день у тебя очень молодой коллектив. Да, ребят, молодежь. Твоя такая особенная любовь вообще к молодежи. Ну они прогрессивные. Ты открыто говоришь об этом всегда. Они на музыке, они на современной музыке. Это очень важно, потому что ту музыку я-то знаю. И как раз я их могу оттащить и к джазу, и к блюзу, и к диско, и к року. А они на хорошей современной музыке. И вот этот компромисс позволяет мне отойти от канона какого-то и чуть-чуть убежать вперед, знакомиться с новыми звуками. Они живут музыку. У меня, к сожалению, нет возможности... Ясно, что я в наушниках там все время и слушаю, и на съемках что-то передумываю, стихи, тексты. Но они живут в ней изначально. Поэтому когда я прихожу и с ними соединяюсь, и репетирую, то мы играем на концерте или на базе, то я сразу получаю саму ценную информацию. Но это правда, что ты и даже в театрах, и за кулисами, и в жизни вообще тянешься к молодым и стараешься именно с ними общаться. Потому что где-то ты в каком-то дуре пошутил, что сверстники твои больше ворчат, больше чего-то высказывают недовольствие и так далее. А молодые они... Я и постарше люблю артистов, они опытные. Да нет, совсем я дружу, чего? Как бы нету, я снимаюсь в сериале. Вот сейчас сериал «Скорая помощь» канала ТВ. И там, да нет, у нас там все... Так получается, что я старше всех. Вот я сейчас задумался. Вот, кстати, видишь, неспроста. Да, просто героев же не я подбираю, а литература, сценарий. Он задает... Ну, в общем, про твоё какое-то особенное отношение, твою любовь к медицине мы ещё обсудим чуточку позже. Давай мы сейчас тогда про Ленинский проспект всё-таки поговорим. Поподробнее. Это твой клип летний, замечательный, красивый. Да, сознательный видос. Правда, с побитыми коленками. Да, не побитыми. Ты в белом платье шла, с какие там коленки, я забыл, не побитые. Мы сейчас посмотрим и напомним всем. Я забыл, какие коленки, подожди. Я увидел тебя на проспекте Ленина, ты в белом платье шла, со стёртыми коленками. С стёртыми. И у каждого свои ассоциации. Почему у неё стёртые коленки? Почему, кстати? Каждый понимает всё в меру своей испорченности. Давно была написана песня, Гуч? Ну, где-то, ну, да, года два назад мы её написали. Причём там другой припев был. Сначала эта песня была про айфон. Неожиданно. Девчонка из клуба, да, и парень подбегал и воровал у неё айфон. А потом он приносил, он его вскрыл и насмотрелся на её фотки, влюбился в неё, приносил и отдавал ей назад. Но у неё уже был новый. Уже? Она сначала такая была. А потом мы придумали другой припев. Я хотел сделать песню, принципиально для меня было сделать, ну, не скажу там, хит, не хит, но песню такую правильную, прямо небуквальную, я не люблю буквальных песен. У меня нет песни с куплетом и припевом. У меня есть, у меня песенки всегда и с бриджиком, и с развитием, и они музыкально очень мелодично продуманы. Я к этому стремлюсь, по крайней мере. И здесь мы потом придумали припев. Я хотел гитарный припев, такой в стиле, я не знаю, группы кино. Но я хотел гитарный с боем припев, хороший, с мелодикой и с красивым текстом. И я прям парился с этим припевом, я вам скажу. В общем, не просто давал вся эта песня, да? Мы долго, да, долго рожали. И когда я придумал припев в начале сейшего лета, мы захотели снять видос, но мы не успели. У меня были съёмки плотные, и не было погоды. Было дождливое лето, напомню. То. Да это тоже, кстати, было не очень. Не очень, согласна. Это день мы искали. Мягко говоря, не очень. Вот солнечные два дня мы их прямо искали. Ждали в расписании. Потом мне Аню Хелькевич нужно было вытащить. Это было вообще сложно, потому что Анюта, помимо того, что она... Расписана каждая минутка. Расписана, да. У неё семья, и у неё есть условия. Она проводит время с семьёй, и она на выходных не работает. Она говорит, мы кинулись с ней. Я говорю, Аня, ну мне-то нужна больше часто. Ей песня понравилась. Говорит, ну я хочу. Говорю, окей. Мы начали искать время. И потом она говорит, я говорю, давай дублёршу возьмём. Девчонку кто... Она говорит, ну давай. И она кинула клич у себя в сети, а у Ани такая хорошая цифра подписчиков. Я вам скажу, у меня до сих пор на этот адрес, который отдал почту, мне до сих пор пишут девчонки. Прошло полгода. Прямо пишут и говорят, давайте Аня, Аня. Это принять участие. Да, и мне сразу в первый день написало тысячи две. Я прям начал искать, я нашёл в первом... Я сразу причём нашёл в первом десятке девушку, очень похожую на неё. Тоже по имени Аня. Вот это совпадение. Я прямо нашёл девушку, и я тебе скажу, будешь смотреть видео внимательно, и не отличишь, где кто. А давай прямо сейчас, Горзо, запустим, в эфире. Вот теперь уже после этого рассказа мы ещё более внимательно будем смотреть клип. Знаешь, как один из главных героев там ещё есть? Это февролет 34-го года рождения. Твою ещё одну страсть. Оригинальная машинка. И я с удовольствием из студии, графики. И мы там используем её в кино и так далее, ребята мои. И они вот рисовали. Мы летали. Аня шутит и говорит, что самая приятная её тема – это был полёт. Гош, мы поговорим ещё, продолжим поговорить о клипе. Ленинский точка полёт, я так называю. Итак, Ленинский точка полёт или Ленинский проспект, как вы сейчас увидите в титрах на своих экранах Горзо Куценко. Ленинский точка полёт, как вы сейчас увидите в титрах на своих экранах Горзо Куценко. Ленинский точка полёт, как вы сейчас увидите в титрах на своих экранах Горзо Куценко. Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля. И в сердце музыка звучит. Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля. Моё сердце лечит Моё сердце поёт Моё сердце твоё Приглашает в полёт И чем ярче они Полетят над землёй Тем счастливей жизнь Прожрём мы с тобой С тобой С тобой С тобой Я столько раз встречал её На проспектах Ленина В самых разных городах Со стёртыми коленями Солнце, глядя на неё Всегда пела и светила Подтверждая красота Убийственная сила И сердце рвётся из груди И столько счастья впереди Ла-ла-ла-ла-ла Лучшие в стране Друзья, программа «Лучшая в стране» Гош Куценко сегодня у нас в гостях. Мы только что посмотрели один из новых клипов Так мы его не досмотрели Правильно говорит Гоша Но я тебе скажу, потому что у нас же синхронное вещание В FM диапазон И, соответственно, значит, там был просто отрезан небольшой кусочек Либо там на течение происходит Значит, друзья, всем домашнее задание Зайти в интернет и посмотреть целиком Так вы отрезали самое главное, полет То есть его и надо было оставить только Так это самое главное в этом видео, полет Хорошо, Гош, мы приклеим его обязательно У меня такая история была Так нельзя показывать, конечно, уже целиком У меня была так история с одной песней Она эта песня посвящалась вообще Конфликту на Украине И там называлась «Господин президент» И суть песни о том, я описывал, обращался ко всем К президенту, к Господу Богу, к телевизору Просто к прохожим на улице О том, как поступить в этой ситуации Когда гибнут дети Что делать с этим И никто не мог ответить на этот вопрос Поэтому война и продолжается Но в финале был главный куплет И там пилось о том, что если спросить у ребенка О том, что с этим делать То он бы ответил на этот вопрос Учебный парадокс Я был на станции на одной И ведущий так же Нажал клонку и сказал Все так, ну все ясно же И так и здесь Самое главное это полет Не дослушали до конца А дальше мы взлетали и летели над Москвой И вот эта фишка техническая Потому что, да, в общем, для многих вопрос Вставал, каким образом это удалось осуществить Сейчас это обычный ролик Каких много Какие все А у меня задача была сделать неповторимый Я его сделал Но я попал в какую-то техническую рамку, модель Это убивает творчество Ну нет, перестань, пожалуйста Песня крутится, ее знают хорошо и любят И подпевают Она у вас-то идет хотя бы в полном Или в обрезанном состоянии Ну давай так Если для тебя это главное принципиально Мы сейчас, в общем, это и выясним Ну конечно Обязательно Сразу же после эфира Ну давай продолжим Я тебя прошу Конечно Я не буду уходить из комнаты Я не буду портить вам настроение Мы все равно двери закрыли на замочек И до конца этого часа ничего получится Гоша, скажи, пожалуйста Что дальше? Есть у тебя уже идеи, задумки Какая будет песня? Какой будет клип? Ну да, я уже практически снял И это новогодний ролик Я его хочу выпустить к Рождеству Или к Старому Новому году Но он такой веселый, очень позитивный Называется он снова по телевизору Вова И... Что вы, что вы Ну да, вот И все волнуются по этому поводу Я сделал два варианта Делаю два варианта монтажа И потом уже решу, кто исполнит роль Владимира А, вот так даже? Да Но это будешь не ты, естественно Нет, это будет Владимир Это будет непременно Это будет реальный Владимир Тот, который был и 20 лет назад И который сегодня И который будет в моем ролике в будущем Это ты заинтриговал, честное слово А теперь мы будем ждать Ну да, ну такое Вот не знаю Герои еще ищутся Учитывая, что наши странные выборы скоро Я подумаю Кто же это все-таки будет? Кто же это будет? Друзья, хорошо Мы, конечно, будем ждать тебя обязательно с премьерой Без обрезания, скажем так Не-не, я уже понял Вы обрезаете все Прервемся ненадолго И продолжим очень скоро программу Это программа «Лучшая в стране» Программа продолжается, друзья У нас сегодня в гостях Гоша Куценко Мы посмотрели новый клеп артиста Еще новее Работа «Не за горами», как выяснилось Рождество, Старый Новый год Дет примерно в этих числах Ну а в марте уже обещан целый альбом Дуэтов Две пластинки Дуэт и основная пластинка Не так давно был концерт у тебя 8 декабря Ну если верить в твою афишу На твоем официальном сайте Гоша, я хочу спросить Вот уже за годы твоей певческой карьеры Сольной Наблюдаешь ли ты, что растет аудитория твоя? Что растет количество поклонников? Ну У меня есть чем сравнивать Конечно Основное поле моей деятельности Это экраны Сейчас это телек И от этого уже никому не уйти Просто когда все начиналось У нас не было сериалов И мы работали в театре и кино И я тебе скажу, что Ту жизнь, которую я придумал себе Пригласив музыкантов И занимаясь музыкой Мне удавалось совмещать И тогда Все же просто Если ты уделяешь Время своему ребенку Он тебя Познает Знает и любит Если ты видишься с ним раз в неделю То Процесс Отношения могут быть сложные Да И я это знаю по себе Потому что я все время в работе И Это И такая же ситуация и с музыкой Когда Ты снимаешься в кино Повторюсь Играешь В театре То у тебя остается время на музыку Когда ты Снимаешься в сериале У тебя 20 съемочных дней в месяц На протяжении всего года И При этом ты еще играешь На театре Гастролируешь Что конечно Ты музыкой можешь заниматься Только по ночам И это Это плохо И отменяются гастроли И приходится отказываться От концертов От поездок А львиная доля Музыканта Это 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 Гастроли И создание Материала Не говоря уже о музыкальном Видеоматериала Сейчас без видеоматериала Ты никому не нужен Прошли эти времена Конечно Когда ты Выходил на радио И тебя знали по голосу Даже не очень хорошо зная Как ты выглядишь Вот Сейчас Видео О чем свидетельствует Ваш канал Во-первых Вы называете себя Видео Видеорадио Видеорадио Хотя называете Телеканал С синхронным вещанием В FM-диапезоне Да Вы видеорадио Поэтому К сожалению Конечно Времени мало Я даже придумаю Новое видео Где Не я играю Где я просто А чтобы просто Это уже на твой трек Сняли Снимают Да Снимают Ребята Другие Ну С другой стороны Очень хорошо Что тебе уж точно Не грозит Та самая история Которую ты Рассказал Когда люди слышат Голос Знают песню Но не знают Как выглядит человек Я бы так хотел Я бы так хотел Этого хотел Чтобы люди слышали песню Говорю Какая крутая песня А кто это Ну это вот только мечтать Об этом Гошенька Приходится Скажем так Скажи пожалуйста Ну в общем-то Тебе в принципе Нравится То чего ты достиг Я имею ввиду Не в актерской Деятельности Там все прекрасно А в уровне В актерской тоже не очень Да ты что Правда Конечно Ну что же Уже огромное количество Фильмов Просто невероятно Я даже сбилась со счету Если честно Ты сам кстати Знаешь сколько картин В которых ты принял участие Нет Я честно говорю Я не занимаюсь собой Мне не доставляет удовольствие Я собирал материал К дню рождения У меня был юбилей Да У тебя же в 17-м году В этом уходящем Ой не говори Это страшная цифра Подмосковный регион Я вчера стишок написал Про Новый год Хочешь прочту тебе Конечно Серьезно Очень да Давай открывай Прямо написал Я шел по городу Наконец-то Вышел из машины Пробки были Думаю Да пошло все И пошел в театр Российской армии У меня был спектакль Пола Негри И я шел пешком по городу И перенул стишок Ну премьером Я его правда выложил В инстаграме Но Посмотрим с вами Это же ничего В потоках Глобально Я бы сказал Это такое Какое-то Это тексты Скорее Вот к песням Это Скорее тексты Я пишу Вот такие Рифмованные тексты Как-то у тебя все Вот так вот непросто Я не пою Я рассказываю Тексты Стихи не пишу Это просто тексты Нет я пою Но я не вокалист Вот что я хотел сказать Это означает разницу Я пою только свои песни Это автор Конечно Автор исполнитель Но я не пою Вот сейчас мы видели в видео И очень много Вот поют Перепевают Вокалист Это Такая Всеядная штуковина Ну может быть Требует образование Специального Ну конечно Это образованные люди С даром вокальным Которым по идее Судя по тому Что они поют Им все равно что петь Это зачастую Вот у нас на эстраде Я не отношусь сейчас К каким-то глобальным вокалистам Оперным Которые подбирают материал И там Подход Драматический Театральный А поп-эстрада Зачастую В студиях Поет по бумажке За исключением Хитов Которые Которые Там Которыми они живут Или это Молодой коллектив Стремящийся И который Авторский тоже коллектив Например Айова Вот они Они Свою популярность Зарабатывают И формируют Они Они Впереди моды Они Отвечают за музыку Да И там Катя Чудесна Она 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 автор Она поэт Она пела Когда мою песенку пела Она импровизировала И она Предлагала по ходу Поменять слова Тексты Она 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 просто молодец Мне это Так вставило Она очень крутая А есть девчонки Которые Я не о своих песнях говорю Я вообще говорю В принципе Как работают В принципе А попса Все Так вот Попса Которая Попса Перепопса Они Они Судя по тому Какие они тексты поют Им вообще Все равно что петь Я тут исключил Одну волну Не буду ее рекламировать Да уж пожалуйста Лежал В вагончике Ожидал там кадра своего И включил одну волну Я просто обалдел Я два часа не мог оторваться От ужаса Который я слышал Знаешь Это Уродство завораживает Не говоря о том Что там был Такой винегретный салат Из произведений На уровне Там Такого Шансона В самом худшем Понимании Этого жанра А для меня Худший шансон Знаешь что такое Мы все равно говорим О музыке Конечно Это Это не есть Не блатная песня Блатная песня Это очень крутое Это народное творчество И Я В свое время Я В детстве В СССР Я знал Кучу Блатной музыки Это братья Жемчужников И Вот школа какая Я знал Очень много Блатной песни Я придумал народ Талантливый народ Которые Да Пели о том Что знали Очень хорошо О том времени О тех законах О тех отношениях О тех страданиях О той страсти И в этом Была правда А современный шансон Он Вот такой Он пошлый И фальшивый Объясню Потому что Когда Вообще Это очень опасная стезя Когда взрослые мужики Поют о любви Так О любви Это очень странное мероприятие Я когда пишу Романтические песни Я часто задумываюсь Потому что Любовь Это вообще Удел молодых Взрослые люди Должны Как бы понимать это Если ты поешь о любви Ты должен точно знать Кому ты поешь Поэтому Следующая песня Я пел Об абсолютной любви Но я посвятил ее дочке И я знал И у меня был выбор Я писал эту песню Я понимал Что Судя по мелодике своей Она должна быть Любовная Любовная лирика И В любовной лирике Должен быть Оригинальный текст Вот Почитайте любого классика И любви О любви всегда писали И умудренные поэты И старые Дедушки писали О любви Но это должен быть Талантливый стих А не набор Рифм и слов Которые используются В плохих песнях При Буквальной При идиотской гармонии Еще И более того А потом Так как Эти авторы Они что делают Они отдают Аранжировать ее Талантливым людям За деньги Молодым И молодые Добавляют еще Больше ужаса Грубо говоря Они На это взрослое Бездарное лицо Еще наносят макияж И получается Клоунада И Одна Песня Вторая подряд Третья на этой станции была Потом почему-то была Зимфира Не ходи больше Послушай Была Зимфира После этого После этого Были очень серьезные Новости Серьезным голосом Дикторов Об ужасах Которые творятся На улицах В мире А после этого Депешмол И опять Шансон И это я слушаю Сечение двух часов У меня была истерика Может это и есть Комедия Комедия Зато Это все краски Жизни Наверное Как-то так Можно сказать Кошка Ну давай о твоем клипе Пожалуйста поговорим Любовь такая Чудесный клип Там же Женечка Женечкой было полтора года И я Предложил ей полетать В космосе Она любезно согласилась Да Не все его Приняли Я тебе скажу Этот видос Некоторые Деятели наши Издевались Как я сейчас Издевался Некой станции Радиостанции Так издевались И над этим видосом Кто-то сказал Да Издевался над ребенком Но я вам скажу Ребенок Когда рождается Вообще Он рождается В страданиях Муках Конечно Это самый большой стресс Жизнь Жизнь Боль Мы все это знаем Давайте скорее Смотрите Слушать Гошу Куценко Здесь нечего Обрезать Здесь все Без пауз Да посмотри А то вдруг Мы умудрились Я сейчас проверю Финал Мы уже монтируем Кстати Новую версию В прямом эфире Смотрим Лучшее в стране Друзья Программа Лучшее в стране Только что на ваших Экранах Гошу Куценко Евгения Куценко Да И супруга Да Ирина Скоренченко Скоренченко Хорошо Не хватает Уже на сегодняшний день Там еще Есть веточки Ну Свету пока дал Но я обязательно Что-то про Светлану Сниму Свету обязательно Но это же тоже будет Что-то про любовь Обязательно будет Лирика любовная Я сделаю Такую песню Я назвал Свету В честь мамы Мамы нет Но я их соединю В этой песне Я нарисую маму Нарисую маму и Свету Они будут вместе Это очень важно Я думаю И маме будет важно И конечно Светочке тоже Ну скажи Кошка Твой папа уже Троих дочерей Как-то вот Ты себя чувствуешь иначе Три Это уже Это не то что две Ну я такой И я своеобразный отец Я вам скажу Я люблю Безумно очень Нервный Папа Ну наверное Когда волнуешься Сейчас за среднюю Я волнуюсь Больше всего Вот Успокаиваюсь На младшей И Мудрее на старшей Вот как здорово Да То есть каждый для тебя Еще учителем Выступает в какой-то степени Конечно Младшая Пока еще Не переносит Тититфу Жесткие неприятности Она Она просто такой Радует Комочек счастья Да Средняя Конечно монстр Женя У нее талант уже Какие-то появляются Сейчас мы играем Полу Негри Я хочу ее В театре Российской Армии Она уже смотрела Она была на сцене Как-то смотрела Спектакль Она была маленькой И Прямо с рождения Она там была А сейчас Я хочу ее вывести На сцену Она будет ходить Ко мне все спектакли На Новый год И в финале Я хочу На сцену То есть уже принимать Участие Прямо в постановке Тут же удача Очень большое значение Конечно И самоотдача А у девочек проблемы Объясню Потому что у девочек В вас заложена семейственность И ваше дело продолжать Род людской на земле Поэтому если вы влюбляетесь То вы становитесь Перед выбором Как двигаться В профессию уходить Или любить И я Принимаю оба Как бы варианта С пониманием Для мужчины Мне кажется Я не знаю На РНК есть Во-первых Вариант совмещения Для этого и дан Ум мужской Мне кажется Чтобы совмещать Любовь и работу Для этого Как бы нужно быть В ближайшие дни Мы тебя можем увидеть В Театре Российской Армии Точно Еще и 29-го 31-го декабря Даже будет спектакль Мюзикл Правильно? Да Это мюзикл В 3D Первый Приходи увидишь Супер Отлично Мы тоже совмещали Как вы Мы у себя там тоже Что касается кино Расскажи Что сейчас Сейчас у нас пауза Новогодняя А так вот У меня сериальная работа И я готовлюсь снимать Как режиссер Свой фильм Да Как режиссер Третий У тебя 2 сняты пока Правильно? Я продюсировал много Продюсировал Да А как режиссер Как режиссер Это будет вторая картина Дай бог Пишу третью И я продюсирую Мне так нравится продюсирование Вообще Очень безответственная работа Мне вообще нравится Безответственные процессы Потому что когда я пою На самом деле Это безответственность Потому что я актер, автор, я уже все сделал, я написал, я написал, и я исполняю, ну, а при этом я вот приехал с съемочной площадки, если что-то не так, простите. Я продюсирую, кстати, крутую картину, хоть скажу впервые, я не говорил еще. Давай, конечно. Эта картина, это такая героическая драма, серьезная, это картина о событиях 99-го года, о марш-броске наших десантников в Прищину, Косово. Это крупный такой проект международный, и мы уже отсняли треть материала, и у нас съемки март-апрель, я все ухожу в спорт с января месяца, и это серьезный экшен, и картины уже занимаются, и она будет посвящена 20-летию бомбардировок Европы, я хотел бы, чтобы мир помнил об этом. Какой ты молодец, ты очень много делаешь, для того, чтобы... Это мой поклон нашей стране будет. Большой вклад относишься на то, чтобы люди обращали на это внимание и задумывались все больше и больше и больше. Да, о мире. Мир — это вообще цель. А зачем ты сказал в 2014 году, что ты уходишь из кино? А так и случилось. По большому счету, я, наверное, ушел из того кино, в котором я был. Потому что... Это ты на виду, да? Да. Кино — это место, территория, локация молодежи. Потому что кино смотрит молодежь. Основной мейнстрим смотрит молодежь. И артисты моего возраста приглашаются туда для обслуживания ситуации, интриги главного героя. Мы за редким исключением, но мы обслуживающий персонал. Знаешь, как летчики раньше летают, летают, а потом ты уже не можешь летать. Но ты можешь работать на земле, ты можешь учить пилотов, ты можешь... Хочешь подойти, ты можешь протирать самолет тряпочкой. В общем, да. Можешь обливать его противозамерожающей жидкостью. То есть приходит... Поэтому это провоцирует меня на другие роды деятельности, потому что я не умею ни работать, ни отдыхать, ни думать. Поэтому я пишу и буду снимать. И спасибо тебе за это большое, Гоша. Спасибо. С наступающим тебя Новым годом. И творческих тебе успехов. И всяческих любых... Спасибо вам за то, что мы вскрыли сегодня проблему обрезания. Да. И я уже займусь и сегодня же. И у вас будет... И у нас будет... Завтра будет премьера и вы объявите это, окей? Хорошо, конечно. Договорились. И посмотрите финал. И отправите мне смс-ку. И придете ко мне на Пола Негре. Я вас приглашаю. Спасибо тебе огромное. 30 секунд буквально. Если есть у тебя желание, я думаю, есть. Поздравить страну с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Да, я поздравлю с Новым годом. Хочу сказать, что нас ожидает очень непростой год. Но я бы хотел, чтобы он был годом стабильности. И чтобы мы начали процветать. Не просто на словах, а на деле. Чтобы наступала та стабильность, о которой мы когда-то говорили. И чтобы она начала возвращаться в наши семьи, в наши бюджеты семейные. Чтобы у нас была денежка, чтобы нам было на что покупать нашим детям подарки. Ура! С Новым годом, друзья! С Новым годом, с вами сейчас! Ждем тебя всегда к нам в городе. Спасибо! 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 Продолжение следует...